Выявлять и пресекать незаконную предпринимательскую деятельность – задачи и надзорных, и правоохранительных органов. Ситуацию с теневым предпринимательством обсудили в понедельник на заседании межведомственной группы по защите прав субъектов бизнеса. Бороться с незаконным предпринимательством несложно. В текущем году пресечены десятки нелегальных производств. Их организаторы понесли наказание. Гораздо сложнее незаконный бизнес выявить. Получается, что прокуратура говорит, нет, пока налоговый фонд там не приставит, мы, значит, меры не принимаем по уплате налогов. И те же союзники говорят так же. Поэтому как-то здесь получается такой, ну, что будет провал, когда функционируют целые организации, нигде они не зарегистрированы, и наносят и создают недобросовестную конкуренцию, работу услуг другим участникам рынка. Участники дискуссии предложили для выявления и контроля нелегальных участников рынка создать специальный орган, уполномоченные организовывать проверки. Ведь ни прокуратура, ни полиция непосредственно поисками нарушителей в этой сфере не занимаются. Ну, наверное, и нет какой-то, ну, я не знаю, даже территориально, либо по отраслевому принципу ходить и где-то вылавливать эти нарушения. Я даже не могу себе представить, как это. А вот в каждодневной жизни, я же назвал, те же граждане, те же предприниматели, те же работники полиции, конечно, все это выявляется. И в рамках обмена информацией мы это все реагируем на это. Правоохранители также не видят смысла создавать отдельную структуру для выявления нелегалов. Если, как вы говорите, мы создадим еще очередную эту международную группу по реализации определенных статей административного кодекса, я думаю, это просто напрасная трата времени и силы. Пока главными источниками сведений о незаконной предпринимательской деятельности по-прежнему остаются обращения граждан и других легальных предпринимателей. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.